Добрый день уважаемые депутаты! 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 Вы знаете, что правительство объявило войну дутым доходом! Мы их поддержали! Законопроект депутатов Чаринского района сегодня продолжает эту инициативу! Доклад закончен, спасибо! Спасибо, Сергей Николаевич! Предлагается проект закона принять за основу! Прошу коллеги проголосовать сначала за основу! Прошу коллеги проголосовать! Чтобы обсуждать что-то! За основу принимается законопроект! Спасибо, Сергей Николаевич! А сейчас мы слово предоставим комитету! По бюджету готовил, так? Иванов, депутат Иванов! Вам слово предоставляется от комитета! Вы готовили ответственный, пожалуйста! За основу мы законопроект приняли! Можно обсуждать любые его детали, части и все! Пожалуйста! Значит, над данным законопроектом, автором которого и ввелся совет депутатов Шаринского района, в комитетной базе комитета по бюджету была проведена большая работа, были два рабочих совещания вместе с комитетом по местному самоуправлению, там проблема заключается в том, что нереальная к взысканию задолженность по аренде за землю, у муниципальных образований копится год от года, но год от года идет работа по ее взысканию и списанию. Есть муниципальные правовые акты, в которых прописан порядок списания данной задолженности. Действительно, есть моменты, которые есть по абазе, по ширачек, суабаза, это рудник, где необходимо как-то совершенствовать порядок списания этой нереальной изысканию задолженности. С этой целью было предложено пригласить дальше на рабочее совещание муниципальные образования, у которых есть опыт, продолжить дальше эту работу. Но дело в том, что прятаться за нормой, не ответив по сути, как бухгалтерский учет, бюджетный учет сработать и решить проблему, вот это, мне кажется, позиция, которая не соответствует духу государственного закона. То есть, столкнувшись с трудностью, не надо стремиться, мы должны беречь, ценить наши законопроекты. Поэтому комитет в данном случае решение не принял. Разделились мнения три на три. Поэтому решение не принято. Вот такая ситуация. Решение комитета не принято. Но принятие этого законопроекта к чему приведет? Вот, например, Аскирский район, Роман Абрекович отстаивает этот законопроект, минус 15 миллионов. Вот как вы в глаза избирателям своим будете смотреть. Багратский район, минус 6 миллионов, 5 миллионов 904 тысячи рублей. Порядка 5 миллионов в Усебаканском районе приведет. Вот, да, некоторые территории выиграют. Минус будет у города Саиногорска, минус маленький у Сорска. Поэтому, мне кажется, это скороспелое решение принимать данный законопроект. Необходимо дальше продолжить работу. Хорошо. Спасибо достаточно. Так, какие еще будут? Владимир Николаевич, вопрос. Владимир Николаевич, позиция правительства дала, правительство дало отрицательное заключение по данному законопроекту. Хорошо. Игорь Николаевич, по наморению. Владимир Николаевич, да вот у меня вопрос тут к Олегу Альбертовичу сразу. Мы опять услышали просто общие слова. Вот взымается, прорабатывается вопрос. А я понимаю, что униципалитетом с этим жить. И эти цифры реальные, и они зависают у них в бюджете. Но вот если так прозвучало, что такая работа ведется. Олег Альбертович, дайте конкретную цифру по этому году. Сколько, в каком муниципалитете такие долги были списаны. Это проблема. Проблема серьезная. Эти деньги виснут. И вы сами признаете, что это не выплачено, и мы не получим никогда эти деньги. Почему это зачисляется в бюджет, и район должен смотреть в глаза своим избирателям таким образом. Спасибо. Так. Подождите. Иванову еще слово не давали. Вот депутаты как раз. Они симов. Виталий. Олег Альбертович. Ну, тоже поддерживаю предыдущего оратова. Как-то вы сумбурно, мне кажется, вы даже не подготовились. Вы вот сейчас минуса. Это вы токсичные долги нам считали? Которые не могут десятилетиями буквально взыскать? И которые потом висят буквально камнем на шее у этих районов при расчете дотации и всего. Это вот эти минуса вы считали сейчас? Депутат Татарщиков, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Я на данном комитете принимал участие и слушал все стороны. И мое предложение. Вот сегодня по Ширинскому району мертвые, так сказать, долги по аренде земли, там, двух компаний крупных, составляют где-то, по-моему, 33 миллиона, по-моему, 33 миллиона. Сегодня задолжена Чексу ВК компания, долги висят уже 5-6 лет уже. И поэтому, конечно, считать район, что это доходная часть, я думаю, пускай нависит, пока это будет, по-моему, долгий процесс. А данная ситуация, что бюджет должен учитываться, это не должны, потому что в любом случае эти долги не мертвые. Дай бог, со временем, может, они рассчитаются, надо будет дополнительное поступление в бюджет района. И поэтому, Олег Альберс, конечно, вы, как бюджетный комитет, должны смотреть, изучать интересы и сельских поселений, и районных там. А вы говорите о других территориях, там есть долги. Конечно, долги у всех, но должно быть распределение по справедливости. Владимир Николаевич, я вот начну... Олег Альбертович, прошу прощения. Можно, Владимир Николаевич? Романа Брыковича, давайте, слово. Да, я бы хотел... Он все-таки местное самоуправление. Олег Альбертович, вашу ремарку чуть-чуть сказать. Я бы, как депутата Роскиского района, и хотел бы обратиться ко всем депутатам от других районов и городов, информация чуть неверная. У нас есть бюджетный кодекс, согласно которому дотации на следующий период не могут быть ниже, чем текущие в этом году. Поэтому никакого понижения по дотациям не будет. Вот хотел это просто отметить. Спасибо. Ну хорошо. Пожалуйста, Олег Альбертович. Вопросов вам задали депутаты больше, чем министр финансов. Тут действительно министру нужно свою позицию отразить и аргументировать. Но поскольку вопросы есть ко мне заданные. Во-первых, Вячеслав Михайлович, мы действительно должны думать за интересы муниципальных образований. Но мы здесь должны выполнять более сложную задачу. Думать и о бюджете республики. И о том, чтобы те правила межбюджетных отношений, которые сегодня работали, они действовали и работали и на республиканский бюджет, и в интересах местного самоуправления. Дело в том, что кто взыскивает эту задолженность, эта задолженность является доходом муниципальных образований. А значит доходом консолидированного в бюджете республики Хакасия. Роман Абрикович, Вы немножко слукавили сейчас. Не изменится общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Но будет перераспределение ее в случае принятия с минусами для некоторых муниципальных образований. Это есть в заключении правительства, с которым Вы знакомились внимательно. Дальше я хотел бы сказать депутату Анисимову по примеру города Черногорска. Нереальное взыскание год назад было по городу Черногорску 181 миллион цифра. Год работал город, взыскивал, списывал и на сегодня осталось 67 миллионов рублей. Тоже нереальное взыскание. Это вопрос больше диалектический даже. Каждое муниципальное образование проводит работу и кто-то успешный, кто-то менее успешный осуществляет это взыскание, списание. То есть эта работа регулярно ведется. Поэтому она не просто вот где-то отдаленным у Виталия Сергеевича образом скапливается. Олег Альбертович, давайте все ближе к закону. У нас проблем столько, миллионы, миллиардов. Я сейчас вообще проговорю, что и погода плохая, и вообще все. Не надо все это собирать в кучу. Говорить в пределах того проекта, который внесен. Вот про это и говорить надо. Действительно есть, районы выигрывают некоторые, получат больше. Пять или шесть районов и городов потеряют больше, чем выигрывают те все остальные, кто выигрывает. Ширинский район тоже не обвиняйте, что он там что-то себе старается. Ширинский район в данном случае выиграет, ну, пять-шесть миллионов, не больше. А вот эскизский район потеряет двенадцать. Вот и все. Да-да-да, вы считаете нормально. Я вот заключение правительства просчитал правильно. Я его прочитал, не поленился. Нормально. И поэтому здесь вопрос, конечно, и проблемы надо понимать и самого Ширинского района, который испытывает тоже трудности огромные. И земли вроде много, и налогов надо много бы собирать, а налогов тоже нет куда-то, неизвестно, где чего к тебе находится. Поэтому давайте, законопроект у нас принят за основу, обсудили, за и против высказали, поэтому ставится на голосование. Кто? Нам и речь идет, сначала давайте раздельно чтение. Кто за принятие законопроекта в первом чтении, поскольку поправок нет. Поправок-то нет к нему. Нет. Ставится, кто за принятие законопроекта в первом чтении, прошу проголосовать. Законопроект принят в первом чтении. Если нет замечания, ставится на второе чтение. Кто за то, чтобы принять законопроект во втором чтении, прошу проголосовать. Законопроект у нас остался в первом чтении. Я просто зафиксирую, 23 за, 18 против, 6 воздержалось. Но в принципе, в первом чтении законопроект принят. Поэтому надо продолжить работать. В октябре у нас не так скоро снова сессия. И тогда нормально все еще развесить и все. А действительно, проблемы есть в каждом районе, в каждом городе, связанные с налогооблагаемой базой, с взысканием задолженности и все остальное. Тут не надо искать каких-то друг другу противников, врагов. Давайте разберемся в конце концов. И я думаю, когда мы внимательно рассмотрим, может уже не 20, там 6 в первом чтении, а может 36 проголосуют депутатов уже. Или наоборот, я не готов сказать сейчас. Спасибо. Законопроект принят в первом чтении, поэтому надо его комитету, ответственному за проект этого закона, работать, по подготовке его к рассмотрению во втором чтении. Может дополнительно провести еще консультации, встречи, в том числе с муниципалитетами. И тогда уже подготовить уже, со знанием не просто так, приблизительно о чем-то говорить, сказать уже конкретно. Просто проблема, Владимир Николаевич, что мы уже формируем бюджет. Получается, 21 год мы будем жить по старой формуле, то есть с дутыми доходами. Да я просто вам напомню, коллеги, Республика Хакасия имеет долгов, извините, сколь, 21 миллиард, 22 миллиарда. И нам никто их не списывает, и никто к нам на встречу не идет. И мы можем поделиться этими долгами со всеми, кому надо их. У нас совершенно ситуация вот такая. Я тоже не согласен с нашим бюджетным, финансовым законодательством, которое в России есть. Я тоже не согласен в полном объеме. Поэтому давайте искать, что нас объединить, и принять разумное решение. Но я еще раз напомню, законопроект принят в первом чтении, и надо по нему работать.